всем привет меня зовут данил криворучка добро пожаловать на мой доклад я решил лично вначале вас всех приветствовать сейчас камеру выключу и дальше будет много слайдов и видео а в следующий раз мы увидимся с вами примерно через час в конце доклада когда будет секция вопросов и ответов поехали значит доклад называется бинданил криворучка потому что это название моего телеграм-канала и так как я нормального названия для доклада так не смог придумать сергей цыпцын просто взял это ну и почему бы нет если такой канал почему бы не быть такому докладу план на сегодня у нас такой я сначала коротко расскажу про то кто и такое чем занимаюсь потом у нас будет разбор нескольких шотов из короткого метра который называется blind сайт который мы закончили в октябре с кучей добровольцев дальше немножко расскажу про другие проекты коммерческие и коммерческие и в конце у нас будет секция вопросов но для начала я думаю надо показать риу чтобы кто не знает мог быстро понять более менее чем я занимаюсь а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно сказать, что относительно свежие проекты Сейчас немножко расскажу, какая моя очень короткая биография И потом займемся уже разбором шотов Значит, у меня два образования Первое — программистское, а второе — графический дизайн Оба очных, полученных в Крыму, Севастополе, Симферополе Во время первого я просто занимался программированием всяких вещей И для себя 3D, DimaTorzok и прочим-прочим-прочим Симферополя тоже был честный графический дизайн, никакого программирования Я всю академическую школу прошел И параллельно работал в маленьком рекламном агентстве Делал печатную рекламу В 2005-м я уехал в Москву Сначала работал в студии Yellow Dog Занимался айдентиком, принтами, годовыми отчетами, многостраничкой После этого айдентиком перестало быть интересно Я ушел в Nile, где мне на тот момент больше хотелось заниматься интерактивом и вебом Оттуда перепрыгнул в Red Square Design, где работал с Антоном Нинашевым и Максимом Черядниковым и Лешей Михайловым Над полгода занимались подготовкой к Евровидению, которое на тот момент прошло в Москве Сразу как Евровидение закончилось, я оттуда уволился И вернулся обратно в Nile, который уже был другим Nile Его выкупил на тот момент Red Cats, они перезапускали агентство И им нужен был креативный и арт-директор, кем я и стал То есть у меня был такой быстрый рост в Москве После этого в 2011-м я из Nile уволился Занимался фрилансом всем подряд, как креативный и арт-директор приглашенный И сам делал сайты, сам делал ролики, делал все подряд Где-то через два года с женой мы доехали до Нью-Йорка, где решили остаться Я сумел получить фулл-тайм работу, вначале как VFX Artist в студии Charlex И где-то за пять лет, которые я там провел, я постепенно дорос до арт-директора и креативного директора на некоторых проектах В 2013-м году я начал, в 2018-м закончил, как раз получил Green Card Уволился и с тех пор занимаюсь тем же VFX дизайном и дирекшеном, но уже как фрилансер За эти три года получилось поработать с кучей хороших, интересных студий Потому что здесь, я не знаю, знаете или нет, но часто студии держат только костя коллектива на фулл-тайме А всех остальных по мере надобности, в зависимости от проектов, набирают среди фрилансеров И таким образом у тебя получается, что пару недель поработал в одной студии Потом тебя после этого позвали, ты месяц посидел в другой студии, потом в третьей У меня получилось поработать с Apple в прошлом году, что было очень интересно Потому что Apple, я ездил прямо в Калифорнию, сидел у них в офисе Такой интересный опыт Помимо этого, BAC, Carbon, Frame Store, Future Deluxe, Imaginary Forces из московских Loop, Яндекс Опять здесь, Метод и Сайоп То есть, ну, примерно понятно, да, по направлению, что это все motion design, только такой интересный Ну и клиенты какие-то прямые, какие-то непрямые Apple Bloomberg, Boeing, который мы с Loop, в смысле Loop меня позвали помочь им Вот, Beats, который я вместе с BAC делал и прочее, прочее, прочее Много всего интересного происходит Я сразу скажу, что я не жалею пока, что я ушел на фриланс Стало интереснее и тьфу-тьфу больше денег Давайте теперь поговорим про проект последних четырех лет BlindSight Это, давайте сначала расскажу, что это такое, а потом посмотрим Это коллективный некоммерческий проект, которым я вместе с каким-то количеством друзей Начал четыре года назад, мы все очень любили творчество канадского писателя, фантаста Питера Уотса И хотели по его роману, который мы все тоже очень сильно любили, Ложная слепота Сделать несколько картинок для его галереи у него на сайте Постепенно процесс этот шоу, как-то все нарастало количество сделанного От картинок мы перешли к каким-то отдельным шотам Потом шотов стало достаточно, чтобы из этого сделать что-то больше В конце концов мы решили сделать из этого фильм Ну и так как я с самого начала был и затея изначально была моя Я дольше всем занимался, я автоматически стал режиссером Но, естественно, помимо этого, так как в проектах некоммерческий Нанимать я мог никого с нулевым бюджетом Поэтому все это делалось на добровольных началах И, естественно, если ты человека не находишь, который для тебя это сделал, ты делаешь сам Вот, в результате я делал много и дизайна, и визуальных эффектов И считал лайтинг и композил И вигом мне пришлось позаниматься, анимацией, моделингом, короче, всем Но, естественно, на проекте за все время поучаствовал около 40 человек Но если убрать озвучку, то примерно 30 занимались графикой Естественно, я один бы это все не вытянул Как и говорил, заняло это около 4 лет Надо понимать, что это, естественно, мы не 4 года с утра до ночи этим всем занимались У всех была работа, все ходят в офисы или фриланса То есть ты это делаешь либо между проектами, либо после работы, либо на выходных Поэтому это все, естественно, занимает гораздо дольше, чем если бы это была просто команда, сработавшаяся и занимающаяся этим фуллтайм И если кому интересно, практически все посчитано в Redshift, за исключением пары шотов Чтобы немножко дать какую-то перспективу происходящему Что такое 4 года для меня Потому что я ушел 4 года назад, как раз собирался уходить из фуллтайма на фриланс И на тот момент я в основном делал стайл фреймы Основной пакет у меня был софтимаш или софтимедж, не знаю, кто как произносит Вот рендерил я в Арнольде, композил в After Effects Ну, довольно такая стандартная связка, ну, по крайней мере, вторая половина К сейчас у меня основной пакет Гудини, считаю, я в Redshift Композится все в нюке Опять же, Asus появился для цветового пространства, для композа Чему очень рад, что меня очень сильно жизнь упростила То есть, представляете, да, человек, который начал этот проект, который заканчивал его Это немножко два разных специалиста Вот, потому что 4 года это много в CG Давайте посмотрим фильм, а дальше я буду говорить про некоторые его шоты Это не начало здесь Не с Скрамблером, или Роршак Не с Биг Бен, или Theseus, или с Вампирами Многие люди говорят, что это начало с фреймы Реактор offline Backups engaged Now, offline Starboard efforts offline I have begun a controlled reactor shutdown The main drive will be offline for at least 27 minutes Robert says Rorschach grows them In stacks The ship grows its own crew If it's a ship If their crew There's something in front of you, Keaton Directly between you and the craft Can't you see it? No, my HUD's down How can you not see it? It's right there I don't see anything What's it doing? Just floating air Kind of waving off Shit, Keaton Excited? Fucking right Fieldwork, Keaton First contact What if there's nobody there? Oh, right We get it now You don't think there's anyone here, do you? Your mistake, Theseus We go in What we know Ways against further delay Sir, we don't even know if there's anyone there There is They expect us The Fireflies We found something A radio signal from the Kuiper We trace the bearing Who are they talking to? We don't know Friendly? Hostile? Son, we don't know All we have is the location So you're sending a team You're sending me Comsats annihilated Thousands dead Who sent them? Should I see them going? Why didn't we? They were stealthed But where are they? Are they coming back? Sometimes it seems as though my whole life's been a struggle to reconnect To regain whatever got lost when my parents killed their only child Out in the Oort, I finally won that struggle Thanks to a vampire and a boatload of freaks And an invading alien horde I'm human again Maybe the last human By the time I get home I could be the only sentient being in the universe If I'm even that much Because I don't know if there is such a thing as a reliable narrator You'll just have to imagine You're a Siri Kiwi To get your body To get your ability For a loved one To escape To escape iamente To escape To escape To escape And To escape Building To escape To escape To escape вот такое кино у нас получилось в принципе вы приняли нормально то есть у нас где-то 160 тысяч просмотров в сумме между инстаграмом youtube и вимео на сегодняшний момент это после двух месяцев примерно после релиза что на самом деле ну как это конечно не миллионы но с другой стороны я изначально понимал что учитывая что он не очень не вайрал да то есть это это не шутки не смех его люди не сильно пересылать будут и это не раскрученная франшиза то есть это не star wars не вархаммер какой-нибудь это абсолютно какая-то новая штука в которой к тому же еще и сюжет если не читал книжку не совсем понятно то 160 тысяч на самом деле просмотров это дофига как мне кажется могло бы быть больше но могло быть и 6000 мы пока что путешествуем с этим фильмом по всяким онлайн фестивалям потому что они все сейчас онлайн потому что вот все закрыто на карантин это то что мы успели на получать и продолжаем получать всякие награды ну что приятно я не знаю какая от этого практическая польза но выглядит клево почему бы и нет и если вам заинтересовало то что что только что вы посмотрели я очень рекомендую зайти на сайт который называется blindside.space где мы собрали огромное просто количество материалов за сайт очень интересно сделал мне помогли мои друзья сделать дизайн и верстку и там огромное количество контента всего разного переписки с автором до всяких внутренних наших историй почему какие-то вещи выглядят так или иначе почему сколько что заняло времени много всего по моему интересно вот но и самое главное что я сейчас буду говорить прошло ты я не хочу рассказывать вещи которые понятно как делать мы тут все собрались с бэкграундом либо рекламным либо кино либо real-time но примерно все понимают как как делаются анимированная история да у тебя есть раскадровка у тебя есть по ней аниматик потом ты из аниматика добавляешь модели добавляешь lighting добавляешь сверху эффекты все это композиция конец отдается на звук ничего уникального в этом процессе нет все примерно делают одно и то же поэтому про это я рассказывать не буду я буду рассказывать про шоты которые чем-то мне запомнились какими-то странными вещами или нетипичными так что разбираем некоторые шоты картинка понятно какая мы сейчас целые части поделим что что-то целое поделим на кусочки и посмотрим как она все вместе собирается первое про что я хочу поговорить это скрэмблеры это такие инопланетяне не хочу вам портить впечатление от книжки если вы еще не читали но немного спойлеров впереди все-таки будет они выглядят как такой как колобок у которого 8 щупалец костяных как называют его мои дети это осьминог скелет что в принципе очень близко к описанию из книги с ним было несколько шотов я хочу поговорить про пару первый это отлет от тизея тизе это корабль корабль людей на которые они нападают как видите тут есть несколько таких на крупном плане до которые на переднем плане что-то делают и они должны взаимодействовать с кораблем которого достаточно сложная топология и есть еще целый рой других которые если вы видите на на этом экране сзади подлетает огромное количество они все подлетают кораблю садятся на него и начинают делать свои ужасные инопланетные дела и еще один пример и использования их в самом фильме здесь на одного из этих пришельцев нападает большая группа его же сородичей и по книжке разрывает на куски но естественно понятно было что самого начала что сделать руками анимацию всего этого просто невозможно их слишком много они слишком сложные для если это делать обычные анимации с ключами с кейфреймами ручками все эти кривые рисовать ну просто нереально поэтому надо было при что-то придумывать и я решил что естественно так я человек который работает в гудине я сделаю какой-то процедурный рик и буду ими управлять еще раз чтобы посмотреть что что более без без шейдинга что происходит да корабль и вращается то есть у них есть некая динамическая штука которая они должны держать не контакт щупальца должны с этим всем взаимодействовать и по сути в большинстве случаев им нужно просто двигаться из точки а в точку б при этом щупальца должны убедительно может быть не реалистично но убедительно выглядит что они как-то взаимодействуют с их окружением но и видите количество да то есть нельзя было сделать что-то супер тяжелое потому что их тут несколько сотен которые взаимодействуют между собой и с кораблем поэтому надо было придумать какое-то решение это все сделать еще с другого ракурса как все выглядит то их их много и понятно что руками такие вещи просто не делаются я начал ресерчность я естественно никогда в жизни до этого не делал восьминогих колобков и не имел ни малейшего представления как они очень должны двигаться но так как это похоже на сменок я подумал окей надо почитать про принципы управления движения осьминогами я нашел замечательный ресерч из иерусалимского университета осьминоги они как оказалось как будто существа и так с другой планеты у них очень много странных особенностей которые не встречаются больше ни у одного вида нашей планете и если вам вообще целом эта тема интересная очень рекомендую пройти по этой ссылке и послушать и посмотреть весь доклад потому что это правда как как инопланетяне но что для себя важного отсюда взял что во первых у них направление куда ориентирована их тело и до движутся он сам общее движение они не не связан как танка то есть у него гусеницы могут ехать в одну сторону а башня смотреть другую и еще очень необычно интересная штука с движением щупалец что они в принципе двигаются независимо то есть он скорее делает некое целеполагание делает голова да то есть решает куда вообще ему надо идти а щупальца при этом подстраиваются и независимо принимают решение как лучше каждому по отдельности себя вести и еще опять же очень странная штука что у них нет повторяющихся паттерна в движениях то есть если у человека ходьбу например представить виде графика то это это будет синусоида то же самое если взять какие-то траектории движения там у насекомых у лошадей как передвигаются ноги это все периодически повторяющиеся циклы осьминог абсолютно а периодичен он просто но я говорю он он не похож на все все остальное что что есть у нас на планете вооружившись этими знаниями я задача лса делать своего осьминога то что у меня получилось это какой-то рабочий промежуточный вариант я не нашел более свежую версию то есть в ролике они немножко немножко умнее стали вот на фишка тут чем я понял что мне не нужно пытаться сделать прямо честную симуляцию всего-всего потому что она просто не будет работать потому что слишком тяжело поэтому я решил у себя упростить задачу то есть я решил что я буду одним способом анимировать туловище по той траектории которые я считаю нужным да то есть или это если это какие-то очень специфические движения то я буду просто задавать ему путь и руками и говорить как он движется как он поворачивается если это какая-то массовка то это будет или система краудса или партиклы даже просто чтобы задать только только направление где должно находиться туловище а щупальца также как у настоящего осьминога будут принимать решения сами то есть они будут решать каждой по отдельности что ему сделать так чтобы обеспечить окей это будет не физически корректно но это будет похоже на правду как обеспечить движение такое чтобы выглядело что они помогают этому туловищу двигаться то есть на самом деле это чит но он выглядит приемлемо скажем так я для них да я делал тесты я сделал себе такую как детскую площадку да где они могли тренироваться смысле они конечно делали просто то что я говорю но чтобы я мог посмотреть как как взаимодействуют они с разными вещами то есть тут пример он залазит на вертикальную вещь тут как он ползет но при этом это динамическая какая-то геометрия которая меняется движется то есть ему надо держать контакт с ней тут более сложная геометрия более сложный рельеф по которым он ползет и еще один просто как бы линейное движение вперед затормозил пошел назад это как она выглядит в ю порте а это как что происходит на самом деле потому что да как и говорил эти шарики это собственно то чем я управляю относительно более-менее не процедурно да то есть у меня какая-то анимация с кейфреймами щупальца здесь представлены голубыми они становятся когда они закрепились зелеными в момент движения от одной точки к другой красные это когда щупальца сама понимает что она слишком сильно растянулась или слишком далеко стоит от ту вещь и надо уже найти другую точку опоры и переместиться туда то есть по сути технически да это это просто к стоит машина которая смотрит расстояние между точкой где конец щупальца закрепился и телом если она слишком растянулась или если она смотрит с какой скоростью движется тело если в следующий там клик она уже растянется значит пора уже отцепляться и найти наиболее подходящее место куда его можно прицепить по вектору движения туловища и когда все вместе работает получается такая штука а потом уже когда у вас есть начальная конечная штука это обычный велом solver который просто как провода до какие-то гнущиеся считает чтобы они получили такую более гибкую динамику и изначально когда я делал велома еще не было в гудине это был всем solver все работал очень медленно все меня очень злило одного из почитать пришельцам нужно было тратить много времени я очень расстраивался когда когда появился велом жизнь моя многократно улучшилась и собственно поэтому я смог позволить себе какие-то сотни этих персонажей одновременно в кадре иначе бы она просто не шевелилась следующая часть это то что называется фьючер юай фильмах я не знаю насколько это юай ну смысле он всегда супер перегруженный но тут по крайней мере это имело смысл в отличие от многих фильмов до этого который я видел начнем с менее нагруженного варианта эта штука которая показывается внутри скафандра до от первого лица из изнутри скафандра угол обзора у нас супер маленький внутри этой скафандра по причинам которые вы узнаете если прочитаете книгу вот я не мог сделать себе обычный такой стеклянный скафандр к как-то но смысле стеклянный шлем как делать большинстве фильмов чтобы видно было хорошо актеров и включить подсветку вот тут немножко другая история все более осмысленно более реалистично вот это как книжка это такой hard sci-fi я хотел и юай сделать ну который виден из шлема тоже более менее реалистичным то есть за прообраз я брал то что делают на шлемах сейчас у пилотов какие-то я делал ресерч смотрел что делают военные наработки какие-то перспективные пытался перенести это все в нашу эстетику конечно она немножко более киношная но все равно не настолько киношная как часто фильма когда все как как новогодняя елка мерцает куча всего то есть совершенно нерабочая история из чего он состоит да тут есть юай который но есть часть которая статичная до относительно это которые вещи прилеплены к самому шлему и с ними ничего не происходит кроме самой но они ми анимации состояний я собрал такой прототип сначала очень черновой который не стоит показывать где собрал где какая информация должна быть как она более-менее должна быть сделана после чего после нескольких итераций денис храмов нарисовал мне вот эту штуку несколько итераций было не потому что денис плохо делает интерфейса потому что я его каждый раз говорил в два раза проще убери половину слишком сложно давай еще еще упрощать еще упрощать чтобы она все-таки при пришло к более менее функциональному такому виду а есть еще часть которая на самом деле из двух частей да есть трекинг положения тела то есть какие-то координаты и направления которые как положен скафандр и есть еще трекинг от угла от уже от точки обзора то есть какие-то как как на самолетах да куда ты смотришь там этот маркер рисуется на на нужных объектах если посмотреть со стороны как это все выглядит они из глаз то вот на что на самом деле была сцена похоже тут и интересно что вот этот светло-серый прямоугольник который показывает собственно то что видно из камеры мне очень долго не получалось сделать нормальное движение такое которое меня бы устраивало потому что все как-то выглядело очень топорно что камера как лево поехала вправо поехал я пробовал разные варианты сначала руками делал потом я понял что руками не вариант я решил сделать какой-то трекинг настоящего движения я просто себе прилепил на лоб iphone и отснял несколько футажей отыгрался типа я внутри этого скафандра попробовал трекать это видео посмотреть что получилось не до конца все хорошо работало потому что видимо я актер я плохой я не поверил что моя спальня похоже на скафандр поэтому я нашел еще более классный вариант я сделал очень черновую версию этого этой сцены загрузил ее в unity так как у меня есть окулос я мог из шлема все это смотреть и не без помощи друзей получилось сделать скрипт который записывал движение камеры и делал экспорт этой штуки то есть получилось что я в шлеме задал движение а потом уже то есть в рил тайме а потом уже в нормальном стандартном своем окружении в гудине это все почистил и привязал камень но помимо этого за что здесь происходит начнете еще карта которая опять же гиговская тема как должна работать карта когда у тебя нет пола под ногами правильно потому что это невесомость это космос со странным странной топологии этого корабля пришельцев которые из коридоров под всеми возможными углами и я пришел к выводу что самое правильное это сделать центр мира это ты сам да то есть человек а все остальное крутится вокруг него и дать какие-то опорные точки типа эклиптики планеты . куда ты откуда ты начал свое путешествие где находится твой корабль чтобы дать какие-то ориентиры где что происходит вот эта карта и тут была еще интересная достаточно система которая все это трекала то есть я естественно не анимировал это все вещи руками вот все эти маркеры все получилось сделать чтобы у меня просто был набор заданных координат где что находится опорные точки которые могли анимироваться и эта штука сама уже считала что какие из них должны быть на экране в каком положении на какой градус ты поверну то есть она все шевелилась уже без моей помощи один раз ты все угоди не собрал получилось очень удобно а есть еще другой юай то есть тот был такой сделанный для людей до которые относительно простой понятный чтобы человека он не отвлекал и ничем ему не мешал тут это другой персонаж он выглядит как человек но вы не смейтесь это вампир чему есть опять же супер крутое научное объяснение в книжке если вы прочитаете перестанет быть смешным как мне кажется все очень убедительная и классно сделано вот но он обладает сверх человеческими способностями к распознаванию паттернов и обработки информации несколько порядков превышающие то что может сделать обычный человек поэтому ему как раз можно было сделать вот этот супер перенасыщенные странные юай которым здравомыслящий человек бы не стал никогда пользоваться для него это нормальная рабочая среда что на самом деле делает он анализирует информацию от кучи датчиков и благодаря каким-то там применению фильтров и прочего 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 работе с топологии этой информации находит замаскировавшийся корабль пришельцев которые по центру появляется вот этот бублик как получилось сделать эти штуки если вы посмотрите на заднем плане есть здоровая такая голограмма которая показывает всю планету и кучу информации по магнитным полям и прочему супер красиво я и сделал это одна из первых вещей которые вообще сделал для этого шорта и мне хотелось все где-то использовать что просто так сама по себе она естественно никуда не могла встать а здесь я использовал в шоте уже как фон к тому что происходит на переднем плане помимо этого я подумал что раз персонаж может оперировать какими-то супер объемами данных почему бы ему не оперировать на одно измерение больше и отсюда родилась идея использовать какие-то четырехмерные объекты которые он вращает в трех измерениях то есть он оперирует с их срезами даю и за счет этого это его способ взаимодействия с данными я нашел чудесную библиотеку которую сделаю анатолий люданов я так я не знаю к сожалению как произносится правильная его фамилия потому что он везде подписывается как харконан и в интернете он известен как человек делающий наверное самые странные сложные вещи в гудине что я видел он выложил эту библиотеку для работы с четырехмерными объектами на github я с радостью в нее вцепился сделал вот такие тесты посмотрел как это все работает сначала до чтобы понять что я вообще могу сделать с этими штуками она немножко странно с этим всем работка становится не три угла поворота 4 и работаешь ты на самом деле не с трехмерным объектом еще трехмерным но видишь его срез в три измерения вот но это как раз такая странная необычная конструкция с которой который классно ложилась в сюжет и когда я все собрал получилась вот такая штука тут смешно что аниматор который делал движение саша виноград которая делала анимацию персонажа у нее естественно не было этого юая перед глазами я и примерно объяснил что должно происходить и она сделала движение рук просто в пустоте то есть у меня был персонаж который машет руками а потом мы уже под его эти движения подогнали положение всяких штук с которыми он взаимодействует где они и как должны быть и как оно должно шевелиться еще один опять же по моему интересный момент юаре которые не часто используется я не знаю почему мне мне показалось классно когда у этих штук есть какая-то физика да как что например конкретно тут есть инерция то есть есть какие-то как я считаю органы управления до обработчики информации между ними связи которые показаны визуально то есть он как в эту игру с распутыванием играет но обычно это все вещи очень такие я не знаю какое правильное слово компьютерные они не тактильные вот мне поэтому когда я придумал эту штуку со связями у которых есть инерции если вы видите да там кстати опять же велом solver то они изгибаются из каких с какой-то задержкой двигаются растягиваются вот и показалось так классным моментом который не часто встречается и мне кажется я в каком нибудь еще в будущем интерфейсе попробую глубже сюда закопаться потому что эти тема интересная и может что-то из этого хорошая получится последняя часть про ложную слепоту это солнечная система опять же про немножко про юай вот и про визуализацию потому что как вы наверное знаете или поняли из доклада мне нравится работать с данными да и и делать из них интересные штуки там в книге было довольно подробно расписано как что происходит в солнечной системе там прежде чем собственно начался основной сюжет происходило какое-то количество событий которые опять же не буду спорить но их было несколько и все это происходило солнечной системе и мне нужно было мне было интересно сделать какую-то визуализацию того что происходит но так как я не могу просто тогда сделать какие-то красивые штуки я решил включить нерда закопался и сделал это все на реальных данных то есть я пошел на сайт смысле я нашел его сайты а международного астрономического сообщества там есть данные как оказалось по всем обнаруженным астероидом но и плюс не на этом сайте а в других местах естественно есть данные по орбитам наших планет и где на нашей планеты остальных планет солнечной системы где какая в данный момент расположенной можно посчитать как это будет все двигаться понятно что это все очень приближенно то есть все гораздо сложнее потому что объекты притягиваются друг другу и очень становится сложной математика и она не решается линейно то есть только можно приближенные делать вещи я на это естественно забил я не настолько гик я просто считал что каждый объект взаимодействует только солнцем но все равно хоть хоть как-то более-менее реалистично это сделал там же есть описание да что это просто куча астрономических данных которые я первый раз жизни видел опять же когда начал делать research но немножко покопавшись википедии понял что для чего как какая штука работает зная положение этого астероида в конкретный момент времени и характеристики в орбиты можно посчитать в принципе приближенное очень положение в любой момент времени в будущем или в прошлом что я и сделал то есть роман начинается в 2082 году я собрал это все в одну большую песочницу поставил все эти планеты поставил все эти красные точки которые увидите это все реальные астероиды и желтые точки которые вне эклиптики движутся то есть я все запихал эту сцену добавил основных действующие лица то есть там какие-то зонды какие-то штуки которые существуют не в нашем мире только в вымышленном мире какие-то корабли которые летели по нужным орбитам и все это запустил перемотала и на протяжении там трех или четырех лет то есть это все перемота на состояние солнечной системы на тысячи 2082 а потом посчитан на анимация как это все развивается в следующие там три или четыре года получилась такая классная штука которую естественно никому кроме меня это все не сильно интересно но мне приятно знать что я не отошел от духа книжки закончили с блайн сайтом теперь поговорим о проектах потому что я занимаюсь не только одним проектом вот у меня происходят разные вещи опять же много всего и коммерческого некоммерческого я просто взял какие-то штуки которые опять же не самые типовые потому что рассказывать про то как делать то же самое что делают все наверное для доклада это не тянет первый проект который хочу рассказать называется майкли это была 30 секунд на реклама которую я делал этим августом для студии сайоп здесь нью-йорке режиссером и креативным директором был шейн гриффин с которым я познакомился еще два года назад когда он работал лос-йорк с тех пор мы плодотворно сотрудничаем по составу на проекте значит был он был я занимающийся гудини в fx анимации лайтингом всем подряд был еще как ни странно еще один постсоветский парень филипп павлов который из москвы правильно понимаю он тоже гудини лайтинг то есть мы мы поделили просто сцены между собой и каждый отвечал за какое-то количество шотов от начала до конца помимо этого было два композера и еще один в fx лид который в основном занимался тем чтобы ферма работала чтоб шотган не терял наши вещи и один продюсер то есть такой довольно компактный проект и занятно что на самом деле ни один из этих людей не работал студии сайоп full-time кроме продюсера возможно это может быть это был фриланс продюсер все остальные на фрилансе то есть довольно странный формат но все остались очень довольны давайте посмотрим ролик и дальше я расскажу что-то было интересного the unknown is not empty it's a storm that crashes and consumes replacing thought with worry but one thing can calm uncertainty and answer uncovered through exploration teamwork and innovation and answer that leads to even more answers to even more answers answers more answers answers more answers mail clinic you know where to go наверное можно еще раз посмотреть потому что 30 секунд быстро пролетают давайте еще раз глянем окей там было как видите на самом деле две части одна про такие макро нейроны а вторая про аксон и вот эти вот связи в мозге вот с нейронами я сделал такую замечательную штуку которая процедурная генерировала эти сети там ничего такого супер интересного не было ну то есть все довольно понятно до связи и от них всякие отростки она клёво выглядит просто я хотел похвастаться чуть-чуть потому что ну что ты получились неплохие но гораздо более интересно это кстати тоже на той же основе то есть она могло и в макро работать и и и не в макро но гораздо интереснее вот эта часть потому что клиника на самом деле занимается диагностикой им хотелось сказать все вокруг мозга и так как они действительно серьезно медицинское учреждение в брифе было написано постараться показать эти связи мозги как можно более реалистично это кадры которые делал для питча еще в начале но и так как когда говорят сделать реалистично а я вообще очень люблю когда я беру что-то настоящее потом делаю из этого что-то интересное визуально я подумал окей а зачем пытаться сделать фейк когда можно сделать правда настоящий мозг поэтому я озадачился и разобрался с как это вообще происходит то есть оказывается есть специализированный софт медицинский который берет слайсы мара и до которые отдельные эти срезы картинки и делает трекинг аксонов которые идут то есть он берет стопку картинок и из них находит геометрию которую естественно как все медики любят сохраняет в каком-то своем странном формате которого называется . трк софт называется треквиз и в принципе можно найти большое количество датасетов ну собственно этих разобранных мозгов от уже от треканых в интернете свободном доступе но естественно ни один 3d софт это все не читает мне на помощь пришел гитхаб я нашел библиотеку которая сейчас у вас на экране которая позволяет эту штуку читать и так как гудини можно подключать сторонние библиотеки использовать вызовы питона то есть получилось сделать такой парсер который этот трек файл читал затаскал в гудине а там ну понятно да это просто много полигонов с ними можно уже делать все что угодно в частности делать такие красивые картинки естественно там нету никакого не цвета все она немножко шумная вот то есть это все на было как-то фильтровать делать красиво но база получилось то есть занятно что в рекламном ролике использован мозг реального пациента и на при этом подан в таком уже более визуально интересном ключе какие-то карты кадры из самого ролика уже и давайте теперь посмотрим на сцену немножко покажу как все было внутри устроено окей теперь про некоммерческие вещи которые я делаю не для кого то есть заказчик я сам вот я люблю такие вещи делать потому что можно чему-то новому научиться а потом лидишь использовать где-то в своей коммерческой деятельности проект называется мимо под я им на и занялся в марте этого года потому что случился карантин и первое время я не знаю как было в россии и украине здесь нью-йорке когда должно было теоретически перейти на домашнюю работу до работаю с дома но все клиенты как я понимаю очень испугались не понимали что происходит все проекты попали на hold все студии стали на hold все все заморозилась то есть у меня март и апрель практически не было работы то есть но она была какая-то эпизодическая то есть я там наверное из двух месяцев проработал недели две что для меня не характерно потому что обычно я занят но и так я долго бездельничать него не могу я занялся тем что мы давно было интересно а именно arduino если вы не знаете такой небольшой микроконтроллер то есть компьютер да по сути который вы можете подключать к своему рабочему компьютеру загружать туда какой-то писать для него софта потом он может независимо работать что-то делать ну и так как я просто этим всем давно интересовался не было времени я пошел на курс я послушал то что рассказывают в одноводном курсе bank bank education было супер интересно после этого я вот сделал свою свой курсовой проект то есть но это процессинг это не гудини окей но тем не менее вот ноутбук вот мой arduino который через usb подключен к компьютеру через биди интерфейс отдает вот этих датчиков информацию и там что-то в процессинге с ним делать мне показалось это смешно что я щелкаю пальцами это регистрирует микрофон делает новые генеративные постеры потом я нажимаю на кнопочку и постер записывается такое супер быстрое творчество комментарии вообще к нашей инстаграм жизни но все это клёво работал мне понравилось я решил окей давайте что-нибудь сделаем с гудини я пробовал подключить через мидии ведь один из сенсоров просто этот резистор который можно крутить и условно real-time да то есть мне идет симуляция какая-то веломовая где я могу управлять давлением ну просто игрушка смешно потом попробовал то же самое сделать с мидии телефона подключить гудини управлять камерой странная затея но почему бы и нет было бы ну просто я пробовал разные вещи смотрел что мне понравится но потом я такой окей я вроде как бы понял как процессе как процессинг работает как arduino работает я умею с него данные записывать хочется сделать что-то более интересное более серьезное и я решил сделать проект который выглядит вот так вот я не сошел с ума до него посидел два месяца и сделал белый шарик но на самом деле нет на самом деле это интересная штука потому что клёво не то что снаружи а то что внутри а что это такое я подумал окей у меня есть arduino который может записывать данные и я люблю как я говорил делать какие-то вещи с реальными данными давай я запишу данные одного конкретного места то есть видите тут есть дата когда это произошло и на самом деле записывается время и координаты то есть это такая штука я на сутки оставил свою эту коробку с arduino которая записывала нужные мне данные в каком-то месте в парке на улице вот у меня дома делала такой опять же мой датасет условно до какой-то какое-то количество данных за за эти сутки а потом я их загружал в гудине и интерпретировал получался такая как генеративная некая скульптура которая капсула до капсула времени можно сказать капсула которая записала что-то и является отпечатком это времени ну просто какая-то визуальная штука практического смысла я не знаю вряд ли он какой-то есть но мне показался интересный проект то есть она такое с наружи такое на внутри мне показалось так клёвая история что как годовые кольца до которые нарастают и постепенно добавляются то есть к если срубил дерево ты можешь узнать сколько она прожила и к насколько хорошие были года таки эта штука генерирует условно кольца но так как это не дерево а некий кристалл память это я взял да за основу идею с кристаллами и по моему это аметист или агат и не сейчас уже не вспомню вот и каждый из этих слоев это на самом деле один кусочек этой информации постепенно нарастает то есть это объемная штука до которая внутри этой сферы живет и представляет собой слепок этих суток поделки это красиво картина кого понятно было что происходит да то есть у меня есть исходные данные которые записываю которые пишет мой arduino я их затаскиваю гудини на самом деле это просто графики да ну по сути просто от времени какие-то величины которые меняются и потом мы из вот этой штуки делаем при помощи магии делаем что-то красивое как выглядела железная часть окей это arduino это датчики один отвечает за звук это погодный датчик как с которого я брал температуру давление и влажность а этот мерил освещенность я это все собрал потестировал вот на тот момент мне стало еще интересно 3d print я очень был горд собой что я смог сделать такую коробочку я вам сейчас я даже покажу то есть я и проектировал с правильными расстоянием чтобы ничего туда не вываливалась здесь у меня микрофон здесь окошко чтобы был свет туда попадал и там же еще температурный датчик все это вместе с батареей я запихивал такую водонепроницаемую к капсулу оставлял наружу только эту коробочку чтобы она собирала данные и относил в разные странные места прятал ее чтобы она сутки там записывала и чтобы ее не утащили вместе с запиской которая говорила бы что это научный эксперимент пожалуйста позвоните по этому телефону если вы это нашли вот они никто не позарился так что у меня эта вещь осталась то понятно было что происходит в arduino то есть какой-то такой странный язык которыми пришлось освоить но он он простой как казалось как-то это все очень легко мне зашло вот собственно вот это три страницы которые полностью делали все что мне нужно они инициализировали датчики на инициализировали sd карточку на которая все записывалась информация вот уж там получалось 3 4 мегабайта вся эта суточная сессия потому что сэмплы шли каждые 10 секунд поэтому нужно было что-то побольше чтобы это все сохранить а потом я получал вот такую записанную таблицу то есть вот какие-то примеры ведь они там по два три мегабайта который у нас в начале записано дата и время даты время окончания то есть первые данные gps координаты места которые брауз просто с телефона потому что включать ради одной записи датчик было немножко странным вот а потом идут сэмплы как раз освещенность громкость звука температура давления влажность каждый из этих цифр это одна запись за вот эти 10 секунд вначале тут идет чепуха потому что датчиком нужно время чтобы разогреться поэтому они вначале отправляют странные данные вот я это не учитывал при визуализации так было устроено это то что мы получаем в конце проект не закончен потому что я сейчас занялся версии 2 которую я хочу сделать то же самое только не про природу да не про место про человека то есть эта штука должна быть на человеке в течение суток собирать эти данные и визуализировать их уже в другом другом способом я пока не хочу все это спорить но что-то интересно что я перешел на другой arduino который маленький да я датчики чтобы опять же все это не было слишком громоздким нашел такую штуку которая отдельно как брелок ты его можешь просто положить в карман и он собирает нужную всю мне информацию и они между собой общаются через bluetooth через белый который потребляет мало мало энергии и сейчас я это вот сейчас я наконец-то закончился сложной слепотой до в октябре в конце и сейчас как только у меня будет пауза в коммерческих проектах я к этой штуке вернусь и хочу доделать и еще один проект как раз чтобы оправдать название доклада до бинтанил криворучка чтобы понятно было что это процесс это это не не я все еще все еще что-то делаю этот проект не закончен и более того я не могу сказать что он пока что успешен но это research и тут есть интересные штуки которые в котором я хотел поделиться и может быть через год если сергей позовет меня еще раз я уже приду с красивыми картинками результатами проекта рабочее название 29 что это такое значит примерно 4 или может быть уже пять лет назад у меня был такой проект с платьями которые тканью да по сути которая реагирует на звук все это было сделано естественно в cg хотя нашлись люди которые потом не писали спрашивали как это все повторить потому что они хотят у себя на показе мод то сделать вот я на что отвечал никак потому что но мне казалось что это очевидно что эта графика но оказалось что не для всех но тем не менее такие девушки меня по подиуму ходили платье эти делал но я с тех пор ну и тогда это на самом деле был такой тест-драйв я хочу сделать и хотел и хочу сделать чтобы это было на живых людях но так как действительно ткань такую сделать в обозримом будущем возможности не будет вот я хочу сделать чтобы это были живые люди но графикой сделанная одежда и тут сразу возникает вопрос как это сделать что я хочу это делать на улице значит маком не подходит по ряду причин да то есть не буду разворачивать студию и по деньгам у меня этого нет то есть мне нужен был без маркерный макап чтобы я как-то просто с видео обычного мог получить движение потому что потом я могу эти движения к ним привязать отсканированную модель до сделать какой-то рик и использовать эту анимированную уже геометрию чтобы взаимодействовать со шмотками а потом рендерить и скомпаживать все вместе ну то есть технически можно было сделать конечно все обычным ротомейшном как как все нормальные люди делают до отснять видео там свои 10-15 секунд вот сесть три дня помучаться и получить готовую анимацию но это было бы не весело да то есть это понятно как делать я это делать не хочу потому что я это и так могу сделать и в этом никакого творчества нет поэтому я усложнил себя жизнь я решил окей я попробую найти способ как-то сделать автоматизировать этот процесс вот и я посмотрел все эти для трекинга штуки которые постоянно появляются с используем машин дарнинга вот все это было сначала в 2d потом появилась 3d но она выглядела как-то чудовищно шумно и не точно пока год назад я не увидел вот этих ребят которые кстати из москвы вот и если вы посмотрите вот слева их результаты выглядит все ну просто супер многообещающий да то есть ну плавно без дрожания очень точно ну бери и пользуйся да выглядит так они полгода не выкладывали сказать что выложит исходники на гитхаб полгода них не выкладывали потом они их выглядел выложили и к сожалению оказалось что я недостаточно компетентен и более того судя потому что там 110 открытых вопросов к ним периодически открывающихся закрывающихся не я один не справился с процессом вот она все клево работает у них лаборатории но повторить опыт меня не удалось никак я провел несколько недель ubuntu пытаясь все это запустить на своих данных ничего меня не вышло контактов я плюнул и окей думаю у них описан white paper да у них есть описание алгоритм если в гора не идет к магомету то пойдем в обратную сторону алгоритма у них два не алгебраический другой использованием волюмов и по их описанию то есть я вижу что до результат трекинга классные полюметрик этот метод более точный а проблема у меня в том что ничего не работает если у вас есть желание попробовать есть вот этот замечательный гитхаб если у вас то все заработает я с большим удовольствием с вами пообщаюсь но пока пока у меня было не было успеха вот но окей я думаю хорошо я не могу сделать это все с использованием их сетки может быть я пойму как работает алгоритм и сделаю все повторю как-то у себя на коленках мы почему бы нет они даже нужно значит как все устроено да у них есть несколько камер они делают трекинг сначала в 2d положение всех суставов получают из них hit maps это то насколько система думает где находится условно там коленка например или локоть да то есть это на самом деле просто карта вероятностей для каждого сустава отдельная картинка потом они берут эти камеры трейс от лучи через волью волью мы находят пересечения то есть по сути делать триангуляцию но с помощью объема и потом используйте точки в них есть система которая еще классно это все сворачивает как-то на этом всем обучаются и получают 3d модель я такой окей значит нужны камеры нужно 2 но я на всякий случай я снимаю 3 нужно найти положение камер есть автоматические средства но есть теперь трек да мы все седжи мы знаем как пользоваться окей камера я трейшу нужен сок для получения hit maps есть open paul's которые свободно используем для воды трекинга нормального вот достаточно хорошие результаты делает и позволяет экспортировать эти hit map окей и он у меня запустился замечательно эту часть и решил то есть вот этот кусок есть вот этот кусок есть осталось вот эта часть к софтер макс естественно не знал как ни один нормальный 3d шник вот я полез в википедию почитал полезно стековый флоу нашел исходники разобрался это на самом деле просто когда тебе способ из кучи значений легко выбрать наиболее вероятные еще там супер сложного нет осталось вот эту часть сделать и под это нету естественно готового софта я подумал окей может быть я могу в гудине это сделать и сейчас я вам покажу сначала исходники что получилось а потом собственно что я делал то есть какой был сетап у меня была одна black magic камера которая типа главная которая снимала мою подружку которая модель которая где-то у нас тут бруклине ходила я поставил 2 еще дополнительных камеры слева и справа смысле не поставил я попросил поставить потому что все осложнялось тем что я в этот момент был вы как раз в apple в калифорнии в купертино я просил другую свою знакомую девушку оператора все это меня выставить написал такой длиннюю это за и она все это супер круто сделала значит центральная камера 2 witness камеры это стояли какие-то по-моему никоны вот чтобы у меня было дополнительные какие-то вещи все это синхронизирован с тайм-кода потому что опять же все на коленке сделано вот мы просто хлопали в ладоши и от хлопка считали чтобы это все было синхронно примерно более-менее окей меня таких шотов было штук там 78 разных отобранных вот то есть это это входные данные так и вот что получилось то есть чтобы было какое-то сравнение да у нас есть исходные данные вот результаты сразу скажу я не всем доволен естественно вот ну что это work in progress то что то что сейчас происходит вот есть вещи которые работают на удивление хорошо есть которые не очень часто по всему этому пройдусь потом посмотрим как это было сделано то есть что меня радует что в принципе скелет этот ходит в 3d все все вроде находится и в центральной главной камеры довольно точно все попадает так что в принципе как proof of concept это все работает другое дело что есть разные косяки которые надо еще исправлять во первых не нас со всех трех камеры она идеально все совпадает я думаю отчасти виноват я сам потому что трекинг камер сделан ну найдено положение не идеально потому что я все таки не это не моя специальность я мог где-то начудить вот во вторых есть моменты когда из то что камеры расположены надо делать под большим углом друг другу потому что часто случаются моменты когда перекрываются даже части тела не для одной камеры для двух то есть получается что у меня только 1 1 . с одной точки это видно естественно алгоритм резко теряется вот я пока не придумал способа как это все отследить и починить хорошо есть проблема еще пока что с ригом я в конце доклада про это скажу как я думаю можно починить вот как мы сейчас сделали это мы сделать 3d scan этой модели потом сделали топологии чтобы она совпадала с стандартной моделью из даза что нам позволило использовать дазовский рик с его весами и я как-то попытался начерно привязать этот рик к этой модели в смысле к этому положению скелета не могу сказать что он классно работает сами видите да что у меня там где-то ноги не попадают там прыгает голова не на месте но как я говорил это все work in progress и понятно что это это скорее техническая проблема которую надо сделать нормальный рик для начала а потом надо сделать нормальную привязку и с тем и с другим понятно как справиться то есть вопрос времени и скорее всего она заработает ближай в ближайшее время то есть это тоже куда я сейчас пришел естественно проект и проект не закончен но это то кто где сейчас нахожусь что значит мне кажется можно сделать чтобы все улучшить для начала надо по-нормальному расставить камеры так я и говорил чтобы они получи перекрывали все и чтобы лучше работа лучше было все видно плюс естественно записать расстояние между камерами записать фокусная то есть сохранить нормально всю информацию со съемочной площадки чего не мог сделать потому что я на ней не присутствовал для тест вот можно добавить еще пару камер посмотреть может быть это как-то поможет определенно на снимать на 60 fps они на 24 как я делал потому что без motion blur алгоритмы работ хотя бы для битнес этих для камер которые не основная лучше сделать больше fps потому что он помогает когда у тебя не размытое все для трекинга мне нужно подумать как улучшить алгоритм если какие-то суставы не видно как мне их восстанавливать с ригом сейчас появился гудини 18.5 в нем появился замечательный kini fx если вы на него и смотрели смотрели уже какие-то демки это ровно то что мне нужно то есть они берут как раз в соп контексте положение тела и там есть ретаргет то есть мне кажется что с этой штукой я смогу сделать тесты я думаю что получится сделать чтобы рик нормально привязывался ну и остались какие-то технические вещи что делать с кистями руками их анимировать или нет это вариант а что я могу поправить и чем я займусь и что я хочу попробовать вариант б подождать однокнопочное решение вариант простой но может оказаться что ждать долго я продолжаю смотреть что делают разные люди с нейронками в частности ребята которые здесь выступали на си джи ивенте делают что то похожее вообще с одной камеры вот так что мне интересно мы с ними уже пообщались может быть у нас получится вместе что-то сделать и я вот это все с радостью выкинула и не буду делать apple и получу решение окей не в гудине но какой-то который могу использовать это про процесс да то есть я вам показал какой-то законченный проект парочку даже и показал пару проектов которые в процессе один который в более завершенном состоянии один совершенно не завершенном состоянии просто чтобы понимали что у меня также наверное как и у всех ника чего не получается с первого раза мне нужно время вот что-то не работает что-то оказывается что все было тупиком может быть и это все окажется тупиком я не знаю просто чтобы дать вам какое-то понимание как как процесс у меня организован что что происходит и на что это вообще похоже на этом я думаю я заканчиваю осталась секция ссылками справа видите blindside . space если вам интересно все еще про проект ложная слепота куча дополнительной информации мое портфолио мышли.com и более такое секретное индекс . мышли.com куда я выкладываю более мелкие проекты он обновляется чаще чем основной сайт портфолио и telegram instagram канал если вам интересно подписывайтесь спасибо что пришли уделить свое время если у вас остались вопросы я готов на них сейчас ответить привет привет жутко рад тебя видеть снова с последнего стрима прошло уже полгода огромное спасибо огромное спасибо что ты к нам приехал по интернету по tcp и здорово здорово спасибо что отозвался и я прямо с июля я прям мечтал тебя заточить и тут знаешь нет худа без добра такая оказия случилась до первого-наперво я тебя поздравляю конечно с выходом ложной слепоты потому что мы когда в июле говорили еще еще не было еще было близко у меня меньше синяков я немножко выспался я немножко цвет лица улучшился я пришел здорово здорово и спросить пару вопросов вначале а потом мне вот интересно вот твоя команда когда назовем этой командой до распределённой ложной слепоты когда она вышла вот они что писали никакая реакция да ну не знаю нормально у нас был чат в котором мы все это время общались то есть у нас не было естественно никакого софта отдельного для ведения проекта у нас был общий чатик где мы в телеграме сидели вот но мы все друг друга поздравили поделились особо забористыми комментариями следующие несколько дней присылали друг другу кто там что накомментировал вот и тут с у меня к сожалению никого не было в нью-йорке с кем я бы делал именно сам фильм тут были ребята с которыми я делал сайт и которые мне помогали с контентом с переводом вот мы сделали мини-вечеринку у меня дома выпили шампанского ну собственно все а дальше ну как в чате там периодически переписывались но пишут тебе ребята чтобы вам дальше делать да не по-моему рады что избавились от меня больше не достаю вопросами когда что вот поэтому не знаю пока 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 все с радостью вернулись к своим делам и и занимаются своими делами ты посмотрел russian cyber farm супер конечно 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 я посмотрел когда там было 10 тысяч просмотров мне сразу же прислали вот когда еще не было сколько там у них там 5 миллиона сколько чего супер круто конечно отличная идея реализация все они они супер молодцы и быстро я в свою защиту могу сказать тебе тебе надо у тебя за тебя сделали 90 процентов работы несколько миллиардов лет и которые прошли построили эту планету вырастили на ней всю эту жизнь вот за тебя уже часть сделали я тоже сначала такой почему сид же так долго а потом я думаю блин я же делаю все вообще получается да всю работу как бы то что конечно машина стоит готовая а тут надо все заново с нуля вот поэтому конечно я за три месяца это конечно супер круто а не молодцы почему это заняло 4 года я просто о том что появляются проекты сделаны вот так краудсорсом появилось да краудсорсом технологически это стало возможным то есть лет 10 назад такое надо ну окей не 10 там 15 лет назад и был на lm какой-нибудь который мог такое делать там 10 лет назад уже какая-то средняя студия сейчас можно у себя вот дома сделать да что поразительно ну и я будет делать один человек за три месяца все слушай спасибо еще раз я прям рад польщен бесконечно благодарен что приехал обязательно еще и поотвечать пожалуйста на вопросы время есть ребята ребята спрашивали заранее что до него будет когда будет даже ответить на все вопросы вот я отвечу если вы слышите вы тоже задавайте вопросы у вас уникальная возможность так прям живьем пообщаться всем привет покинул сцену давайте спасибо еще раз окей значит вопросы я просто еще раз хочу сказать про про доклад немножко я во первых вырезал туда 30 минут сцен с гудини потому что я понял что наверное интересно только мне будет все убрал вот и во вторых я не знаю насколько это типовая ситуация когда ну то есть я постарался сделать что половина была готовых вещей до которые уже красивые такие а вторая половина не готовы потому что обычно люди на своих докладах когда я прихожу что-то смотреть они показывают прямо самый глянец да вот и выглядит как будто это все вот вот так вот народ делает и все супер легко получается потом ты уходишь оттуда я по крайней мере с таких докладов хожу и думаю что я вообще неудачник что я не в состоянии вот так же легко у меня ничего не получается мне на это надо время вот а потом я понимаю что наверное просто это время осталось за кадром естественно вот поэтому я решил показать какие-то проекты в сыром относительно состоянии чтобы было понятно что все но не волшебным образом получается да что у меня также как у всех докладчиков которые вы наверно сегодня видели на это все уходит куча времени что-то что-то в мусорку идет что-то что не получается вообще то есть это все какой-то research поэтому мне хотелось это докладе показать чтобы вы не ушли расстроенными что это на самом деле любой это может сделать просто вложить достаточное количество времени вот если бы мне надо было сделать из этого часа одну минуту я бы сделал вот это что в этот факт донести до вас вот а теперь вопросы в произвольном порядке сейчас делали бы рендер ложной слепоты в уе если бы сумел то сделал бы ну то есть у меня анрил очень в каком-то зачаточном состоянии но я постоянно про него читаю я постоянно смотрю эти штуки то есть я естественно поставил анрил что-то попробовал вот и возможно следующий год у меня будет годом погружения да потому что я еще очень далек от того чтобы сказать что я могу проект прямо сейчас сделать вот но я очень хочу мне кажется в этом в этом будущее оно все сходится к тому что то есть обычные пакеты становятся более рил таймовыми а рил таймовые становится дают возможности которых раньше в них не было которые заимствованы из стандартных 3d пакетов вот и куда-то туда все идет мне кажется есть резон потратить ресурсы но вы научиться вот так что да я я хочу это сделать но пока не готов какое отношение гудини engine for an real позитивное отношение ну то есть я рад что он есть я вижу что люди делают что для геймдева в нем делают и я тоже буду делать просто я говорю вопрос времени я меня нет подробного какого-то понимания в чем там минусы в чем плюсы вот в смысле я естественно его тестировал но не так чтобы сказать что а вот на этом проекте мне показалось что как-то он не тянет вот но я я разберусь со временем так что за книжка по которой сделан наверное шорт я полагаю это ложная слепота петра вотца она даже есть бесплатно в онлайн доступно ее автор выложил на английском языке правда вот там длинный историк он поссорился своими издателями и выложил ее бесплатно в онлайн от creative common license именно поэтому я мог делать фильм позволить себе не не покупая каких-то прав то есть пока фильм остается он оставался и остается полностью некоммерческим к нам нет вопросов из-за этого вот кто занимался дизайном скафандров и прочим part surface там много людей было потому что фишка в чем когда ты делаешь такой проект естественно ну не может один человек уметь все вот я хуже всего я делаю моделинг не процедурный именно hard surface organic то есть я в этом просто просто плохо совсем плохо ну кубик могу замоделить вот поэтому если посмотрите титры там больше всего приглашенных как раз моделеров чтобы закрыть вот эту дыру в моих скиллах вот я я вам думаю что правильнее всего вам просто будет зайти на сайт и посмотреть кто там что делал и там все это есть подробно расписано там есть линки на портфолио вот и жени кашина который концепт-арт делал и сергей оленникова который моделил и потом еще за этим домоделивалась и а на других частях прочих hard surface сделали совсем другие люди вот то есть там на тизеи свои были на челноке были свои люди вот много народа потому что но моделинг очень трудозатратная да штука вот поэтому это удивительно что люди вообще согласились потому что это недели работы над каждым асетом вот и все это бесплатно сделали это супер круто им спасибо огромное расскажи как ты там айфон использовал на лбу очень технически сложный сетап был вы не поверите резинка широкая ставишь так себе iphone включаешь очень сложно включить потому что не вижу ты делаешь а потом все это в головой крутишь он тебе видео пишет а потом ты пытаешься это видео трекать и понимаешь что ты слишком быстро головой крутил или что-то не то что у тебя ты же не видишь что ты делаешь правильно вот когда в шлеме стало стало гораздо проще то есть я этот окулус надел я вижу кусок скафандра вижу сцену которая вокруг нет коридора я могу головой крутить и более-менее потом это все все равно пришлось замедлять убирать дрожание все это стабилизировать штуку но все равно получилось использовать так что еще прослушал в чем делали motion capture я полагаю это наверное про проект с этими гуляющими моделями вот в первом которое видео было это стандартная походка из marvellous дизайнера у них была на тот момент я не знаю как сейчас есть с тех пор не особо туда погружался вот но там была готовая анимация для для проверки своей одежды и более того она не экспортировалась ни в каком нормальном формате мне пришлось что-то найти какой-то какой-то point кэш какой-то ад был короче вот получилось достать я начитался формов народ с теми же проблемами был вот но оттуда а то что новый motion capture вот сейчас делаем свой не очень успешно посмотрим что получится вопрос как ты тречил когда на лоб iphone лепил так это видео но это видео которое ты берешь загружаешь у тебя статичная комната ты берешь любой софт которым ты трекать камеру может там и в трек или кто кто в чем сидит вот загружаешь и делаешь трекинг там нюк даже умеет делать если если не сильно сложно ну какая-то задача вот делаешь трекинг камеры получаешь трека на положение а потом ты это привязываешь свою камеру к этой и получается все живое красивое так вопрос питер вот видел короткометражку питер вот не только видел короткометражку он принимал самое непосредственное участие во всем процессе создания короткометражки потому что я с ним связался собственно когда мы начали проект ну буквально там через несколько недель столько мы начали вот потому что он с нами он удивительно как канадец позитивный человек да они все очень считаются канадским качеством вот и он отвечал на мои письма то есть они ну на это уходило какое-то время потому что я понимаю что он естественно занят но тем не менее я его задал было вопросами ну регулярно и писал во первых писал ему вообще всякие in progress штуки показать что у нас происходит и каждый раз если мы внутри команды что-то не понимали книги или у нас были какие-то разногласия и мы не могли их сами решить вот если не злоупотреблял конечно его вниманием но каждый раз когда что-то такое было мы я просто писал ему говорю вот мы не можем разобраться как там вот эта штука выглядит вот у нас есть такой скетч есть такой скетч как вы считаете какой правильный вот опять же если зайдете на blindside.space там есть прямо цитаты переписки с ним потому что мы сделали такой как как лог нашего этого процесса и там по фактически по каждому асету есть история как как что мы думали что нам вот с отвечал то есть зайдите на сайт там можно залипнуть если интересно прям ну надолго там очень много материала вот он не только посмотрел картинка рашку кстати он нам в конце для сайта записал пятиминутное свое это интервью смысле он где он рассказывает как все шло на него и сказал что это было fucking awesome вот поэтому большей рекомендации более крутой я в жизни своей не получал ни от кого так еще какие короткие много ли времени и ресурсов ушло на рендер слепоты на каком железе рендерили вот так как это было четыре года то рендере на разном железе вот потому что когда я начинал у меня была по моему чуть ли не одна девятьсот восемьдесят я карточка вот за четыре года я постепенно обрастал железом закончил я на двух двадцать восемьдесят яй но и все это рендерил то есть из 20 типом четырех 24 давно что-то из них по моему 20 20 я посчитал дома вот на своем рабочем компьютере ну в смысле как на своей станции этой вот один шот посчитал максим гудин где-то у себя в миле я не знаю как использовал ли он миловскую ферму ли не использовал но он читал в арнольде свой шот с городом с ночным супер красивый там ближе концу вот он от начала до конца делал я там никак туда не влезал вот и пару шотов посчитал дима на у себя где-то дома и еще один шот с облаками тоже я где-то не у меня было считалось то что нужно было цепу ферма там там все такое кудини мантра вот поэтому там все непросто было вот сколько это времени заняло ну по-разному от что-то будет зависит но в целом вы представляете да это все-таки 4 минуты примерно я не знаю сколько там если посчитать сколько кадров но каждый кадр я старался чтобы он дольше 15 минут не считал то есть я днем работал на своей работе занимался делами ночью у меня компьютер все считал вот ну и чистого времени я так прикинул потом то надо где-то три с половиной по моему месяца круглосуточно чтобы мой комп работал просто чтобы это посчитать вот долго все долго делается пока что но будет быстрее не знаю со временем так теперь у меня есть еще есть вопросы так рассматривать как трейлер к некому будущему полному метру ну если кто-нибудь этот полный метр захочет сделать и и сделает и как-то использовать наши эти данные смысле наши наши наработки то да это трейлер вот если нет то это самостоятельная какая-то штука я понимаю что у него формат какой-то непонятный да это это не не шорт потому что у него нету как бы такого нормального сюжета до завязки и кульминации развязки вот но для трейлера он как-то длинноват вот то есть это какой-то очень такой пограничный формат вот который органически вырос из самого процесса потому что нас не было изначально задачи сделать короткометражку на сначала делали картинки просто потом там все наросло и я постарался все потом всю эту кучу расползающуюся собрать в некую историю хоть сколько нибудь связано вот поэтому это превратилось эти воспоминания главного героя если кто-то читал книгу поэтому я надеюсь что когда-нибудь и наверное лучше бы я бы очень хотел чтобы сделали такой как односезонный сериал да да не знаю там шесть-семь серий потому что если кто-то читал книжку там настолько плотный язык там столько всего происходит что там хватит на несколько полных метров как мне кажется вот поэтому я надеюсь что если это кто-нибудь когда нибудь адаптирует это это будет многосерийная такая штука потому что два часа мне кажется сложно впихнуть все что там есть так сколько вы уже занимаетесь этим ужасно круто вопрос вопрос чем этим да то есть вообще вообще мне 40 лет то есть я жизнью я занимаюсь довольно давно вот cg чтобы только cg и ничего больше наверно с момента как я ушел в red square дизайн я уже ну больше занимался именно 3d и эмоушеном то есть это наверное 10 лет наверное а вообще дизайном начал у меня первая работа по дизайну была 18 лет то есть соответственно я 20 22 года я занимаюсь дизайном вот всяким разным то есть понятно что там не было только только моушена и только 3d я я все время перескакивал но долго так как я ответил ты вообще человек спрашивает меня луислав соловьев ну насколько можно быть да вот но я не знаешь как ведь так и меня еще есть два длинных вопроса давайте я постараюсь прочитать сначала расскажите пожалуйста как вы начинать начали совмещать все в работе сначала было какое-то арт направление или программирование техническое или гуманитарное невероятно что столько знаний можно совмещать в одном человеке спасибо огромное еще за такой бомбический доклад во первых спасибо вам что послушали вторых спасибо что считаете что это классно вот мне мне приятно а начали совмещать все в работе и у меня у меня есть семейная легенда да как я не знаю насколько это правда но мне родители сказали что у меня вместо папа и мама у меня два важных для меня было слово красота и калькулятор вот то есть и и примерно этим я занимаюсь всю жизнь до красиво и и калькулятор и считаю вот потому что и образование у меня два именно по этой же причине потому что пока я занимался техническим программированием я на самом деле программировал только под 3d в основном то есть я делал все что нас заставляли потому что это были информационные системы и сети у меня назывался то есть у меня были там теории информации высшая математика все вот это микроконтроллер и все 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 очень серьезные какие-то вещи вот но все свободное время играл в doom и писал всякие на эссемблере низкоуровневые демки 3d что-то у меня там крутилось вот то есть мне интересно было графика вот и а свободное время от этого я сидел тогда был брайс по моему да 3ds max не макс 3d studio это было вот то есть я это все делал параллельно да мне это было интересно потом я пошел вроде как в художественный вуз потому что мне интересно было да дизайн и все прочее но при этом там у меня были выкраски экономический рисунок живопись вся вот это вот ну классическое художественное образование но естественно я это все перетаскивал к себе там веры это все рендерил какие-то штуки векторе рисовал то есть у меня постоянно было меня туда-сюда качало и дальше карьере то же самое было то есть я начал как графический дизайнер потом пошел интерактив потому что там больше как бы техническая часть востребована да вот какие-то интерактивные штуки начал делать потом потом motion пошел потому что и еще мне показалось что там еще более заморочено вот потом когда попал в 3d в гудине вот я наконец-то почувствовал что у меня баланс наконец-то восстановился что у меня и творческая часть и техническая часть задействованы может не на сто процентов на задействованы вот поэтому мне пока из гудини никуда не я надеюсь я сбив чего но ответил и еще длинный вопрос очень интересует вопрос по поводу музыки и sound effects в проекте и возможно каких-то сторонник путать же со сток например текстур модели как вы решали юридические вопросы авторские права лицензии если используя в проекте если использовать проекте контент других авторов скажем я хочу использовать некоммерческом проекте музыку из фильма 1959 года нужно ли обязательно связываться с непосредственно владельцем прав или большинстве случаев достаточно купить стандартную лицензию указать автора проекте я не юрист чтобы ответить на этот вопрос потому что в разных странах разные законодательства там есть вещи которые после определенного количества лет попадают public domain ты можешь делать с ними что угодно я могу по своему опыту сказать я всегда думал например что для демарила достаточно указать название трека и никто тебя не будет бить за это вот оказалось что нет вот потому что когда я сделал демарил три года назад когда как раз только ушел на фриланс я использовал какой-то трек который мне понравился даже не знал кто это вот и меня буквально на следующий день пришло письмо от world records где они подробно объяснили как я не прав вот и что демарил мне надо убрать или купить все права я всегда думал что наверное это будет стоить там 50 тысяч долларов использовать трек вот но я им написал такой типа я фрилансер я не могу убрать я этим демарилом зарабатываю я не могу сейчас прямо сейчас как сколько стоит вот и оказалось что там что-то 500 долларов ну то есть вообще ну как будет ну деньги но не такие чтобы прямо тебе нельзя было позволить вот я купил себе права и использовал счастливого с тех пор вот это для меня работало по поводу использования каких-то футиджи я буду же не использовал поводу музыки и саунд эффектов для ложной слепоты я имел счастье познакомиться с ребятами из студии коек из манчестера не англичане вот которые делают периодически какие-то коллабы с разными мошен дизайнерами бесплатно вот и так как у меня проект был полностью бесплатный я опять же ним пришел еще на еще когда трейлер делал вот и им понравилось они захотели поучаствовать и они это звук мне сделали вот там тоже сумасшедшее количество работы и опять же если вы зайдете на blindside.space я всех туда отправляю теперь вот там есть отдельный раздел про про то как они над звуком работали с каким-то примерами они супер молодцы вот и у них недавно было юбилеем 10 лет студии тоже и отплатил то есть они не сделали бесплатно звук я им сделал бесплатно и дишку повлияло ли твое образование на то кем ты являешься сейчас считаешь ли ты что добился бы таких высоких чего-то не получив университетского образования я на вторую часть я без малейшего понятия ну как как я могу сказать чтобы было если бы чего-то что-то было по-другому наверно чем добился бы чего-нибудь другого наверное не знаю влияло ли образование конечно повлияло сто процентов все что всему что ты учишься да она каким-то образом потом у тебя где-то там на подкорке остается и и влияет на то что ты делаешь какие ты выбираешь пути какие ты выбираешь решения то есть наверное без технического образования я бы что-то по-другому делал без художества наверное тоже что-то по-другому делал сказать что они необходимы любому человеку чтобы стать как бы senior level он каким-то дизайнером там я не знаю кем кем угодно да не обязательно столько сейчас онлайна доступного то есть нужно желание да вот у нас не та профессия где нужно прямо такое образование прямо ну это не юридический факультет да хорошем понимании это не медицинская штука где где надо прямо пройти всю эту многолетнюю школу получить без нее ты не получишь доступа в эту организацию которую потом ты будешь это будешь работать нет там ты не вырастешь не сделаешь карьеру у нас все гораздо более демократично то есть меня ни разу за сколько восемь лет провел в нью-йорке мне ни разу не поинтересовались какое у меня образование никому это неинтересно вообще никому вот меня смотрят работы смотрят портфолио и если все хорошо то ты работаешь если если не хорошо тебя не берут вот если еще по цене получилось договориться вот то есть я был в студии где я руководил людьми которые получали здесь sva например да это самый понтовый вуз здесь и они были ниже меня по статусу потому что потому что у меня больше опыта я я лучше делаю и все вот никому не интересно какое у них образование кого меня то есть она дает наверно какой-то бонус но если у тебя есть хорошие работы не обязательно вот контакты дает это правда то есть и но я не знаю вот нужно ли учитывая сколько здесь образование стоит оно чудовищно стоит да то есть люди выходят там 120 150 тысяч них стоило это долларов и они не всегда могут сразу выплатить долги вот стоит ли те контакты которые ты получил 150 к для тебя или не стоит вопрос вот каждый сам на него решает ответ вот я у меня получилось без зато так есть еще как отдыхаю да никак ни одно в смысле как как все но у меня еще семья да у меня еще двое детей то есть у меня есть помимо вот всего что я в компьютере делаю у меня еще есть мне в лего надо поиграть иногда там что-то что-то еще поделать вот какого-то такого понтового вида отдыха чтобы я им гордился да как как люди а я на яхте там выхожу каждые выходные у меня ничего похожего нет вот тем более последний год ну уже год почти в нью-йорке все из-за карантина все плохо с отдыхом стало я хожу вместе с женой в комьюнити garden помогаю ей потому что особо-то не потусишь так есть больше информации о проекте с визуализации данных с помощью ардуино или все секретно на гитхабы ссылочки но а там не на что ссылаться то есть ардуино понятно это все открыто есть куча готовых проектов с всякими то есть по сути то этот проект погодная станция да по хорошему это тут это уже нарицательная вещь потому что первое что делает человек который берет ардуино он делает погодную станцию это это уже нелепо выглядит вот я просто к этому добавил еще возможность на sd карточку писать которая тоже есть все готовое просто поискать надо а дальше уже у тебя таблица которую я думаю надо было наверно все таки показать какие-то сцены но по сути в будине у тебя есть штука которая читает таблицу тебе даже не обязательно писать свой какой-то парсер на питоне потому что это не джейсон которого нету а это это просто csv таблицы с которой ты читаешь данные а потом что ты с ними сделаешь это уже как что у тебя тут в голову тебе придет данные есть ну делай что хочешь вот я пока не выложил проект потому что я хочу сделать первую часть хочу сделать вторую часть собрать то все вместе чтобы получилась какая-то цельная штука и тогда уже его в публичное какое-то пространство выкинуть чтобы народ смотрел вот ну что пока это все сырое я я просто показал вам как чтобы показать процесс да что как 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 у меня это все идет так привет fucking awesome work спасибо будут ли будущем проекты основан на каких-либо рассказах либо ваших вашей личной истории личных историй у меня нету таких которые стоило бы визуализировать вот я вообще считаю что надо понимать внутри до себя давать отчет что ты умеешь делать а что ты не умеешь делать рассказчик истории из меня плохой вот и именно поэтому я не пытаюсь сесть в режиссерское такое кресло настоящее да когда тебя там актеры все это нет не очень не хочется потому что я не считаю что это хорошо делаю вот я хорошо умею какую-то историю представить себя в голове и потом попытаться ее визуализировать это у меня относительно хорошо получается это опять же не не каждая история она должна так близко по духу быть вот поэтому будут ли проекты наверное будут но у меня надо выдохнуть немножко да я хочу поделать какие-то я сказал себе что сейчас я ничего если я чувствую что нужно хотя бы полгода на проект а это значит на самом деле нужно два потому что ты всегда очень оптимистично да вот если я чувствую что надо хотя бы несколько месяцев я не буду браться за это потому что я хочу поделать какие-то короткие спокойные штуки ну в смысле быстрые вот и интересные но быстрые чтобы немножко разнообразить свою жизнь потому что все таки вся эта слепота это очень утомительная вещь как вы можете себе представить учитывая что в этом денег нету поэтому ты надавить ни на кого не можешь да сказать типа чувак я тебе тут плачу а ты до сих пор за месяц нифига не сделал вот так как это все добровольно было очень много внутренних ресурсов тратилось на то чтобы ребята давайте мы сможем мы сейчас сделаем ты супер классную вещь две недели назад прислал давай ты может еще час посетишь еще классную вещь сделаешь у тебя все получится такой проект получится вот на все это естественно тратится огромное количество внутренних ресурсов вот которые мне надо восстановить поэтому пока что я не во что в такое лазить не буду вот если это будет какой-то коммерческий проект ну почему нет это интересно вот не коммерческий точно нет так еще два вопроса после блонд сайт были предложения из голливуда нет ну смысле если они были они их не отправили вот это не так работает ну то есть есть наверное какие-то истории такого успеха это единичные случаи если вы посмотрите сколько выходит короткометражек в год даже обрежем окей сделаем еще уже сколько выходит фантастических короткометражек в год это не десятки даже это ближе к сотня их огромное количество вот поэтому чтобы тебя заметили вот так настолько что ты прямо вот к тебе обратились у тебя должно быть что-то настолько взрывное вот у меня не тот вариант у меня все таки такая очень нердовая специфическая штука даже не ко мне к вот су периодически то есть приходят какие-то предложения что-то сделать и ни разу книги уже по моему больше десяти лет ни разу это не сдвинулась куда-то дальше где вот где я вот поэтому нет с голливуда мне никто не писал это надо заниматься если хочешь хочется сделать из этого полный метр нужен агент нужно как бы пытаться пробиться если она не выстрелила так 15 миллионов просмотров вот чего здесь не было и не будет по понятным причинам вот поэтому я не думаю что я этим буду заниматься поэтому скорее всего она останется в таком виде как есть может быть когда нибудь что-нибудь из этого произойдет никогда не знаешь эти вещи могут там через несколько лет всплыть неожиданно и что-то произойти пока непонятно так посмотрел несколько интервью данила очень вдохновился прямо вернулись силы делать дальше свои проекты покорять гудини супер чувак вот это вот это настрой да я я очень хотел чтобы вы посмотрели и поняли что не боги горшки обжигают да что это все реально сделать но на это время и мне тоже надо было время это не так что я открыл гудини начал делать супер проекты я 7 месяцев не мог точку подвинуть да я посмотрел туториал и ни черта не понимал злился вот ну когда у тебя уже есть багаж ты кажется что ты уже как бы вроде как хороший специалист и тут ты бах выпираешься в стену у тебя какие-то простейшие вещи не работают ты просто вот но зато вот эта фрустрация потом дает тебе неимоверную эйфорию когда все-таки работает вот а когда у тебя проходит ну у меня на это ушло год полтора когда я понял что в принципе я сейчас могу сделать все что угодно реально у тебя нет вот вещей которые тебя софт тебя тормозит ты реально можешь просто потратить вопрос времени сколько ты вложишь времени если достаточно вложил времени и и не тупой ты можешь сделать все что угодно это с ума сойти какое ощущение крутое для для творческого человека вот но порог вхождения да он не такой гладкий это это не синема где ты можешь сесть и через в принципе там три дня уже что-то делать а через неделю это в принципе ну если у тебя есть бэкграунд да какой-то сидишь ты уже в принципе готов нормально все делать вот понятно что там тоже куча надо времени потом тратить на какие-то более сложные вещи вот но порог хождение более низкий вот поэтому александр семенюк я я за тебя рад делай делай все получится вот если если будешь стараться так как восстанавливаешь внутренний ресурс но я его предпочитаю во первых не выжигать полностью потому что опять же говорил что мне не 20 лет я не могу так работать как я раньше работал поэтому я стараюсь спать по восемь часов не брать на выходные работу то есть просто чтобы чтобы не выгорать надо не ну не надо гореть столько логично вот но вообще ну то есть меня есть семья да которая полностью переключает меня то есть два близнеца шестилетних которые как только начинаешь с ними общаться у тебя мозг просто полностью очищается потому что такой поток информации не связанной с твоей работой которая тебя просто перезагружает вот что еще делаю я иногда напиваюсь когда когда совсем когда совсем надо ресет сделать серьезно ну то есть не то что там в мертвое состояние но как с друзьями затусить это помогает как-то переключиться прямо на следующий день ты попа вот главное не не делать чаще чем чем положено да там не больше пара раз в год вот я не знаю ну какие какие то простые вещи вот пока не было ковида мы путешествовали мы старались пару пару раз в год семья куда-нибудь уехать что-то на подольше вот ну вот так так как то никаких секретных способов нету к сожалению все все как у людей так и тогда я по-моему на все ответил если вопросов нет сейчас посмотрите еще в чате есть что-нибудь так это бэкстейдж так я тут вижу еще всякого говна на экран 90 процентов а реально талантливые ребята скромно так мявлят ну не знаю кто это заметит кто оценит несправедливо слушай ну так вообще все устроено это не только в кино посмотри кто зарабатывает больше кто зарабатывает меньше да и это не связано с навыками это это какие-то вещи которые как-то себя продаешь вот в инстаграме как что собирает больше лайков то собирает меньше лайков если эту всю тенденцию посмотреть понятно что вот так устроено потому что людям которым интересно 10 процентов которые ты считаешь не говном их тоже 10 процентов а 90 процентов интересны более простые вещи так как мир устроен поэтому это нормально к этому надо спокойно относиться так вдохновились творческим путем живу работаю на кипре класс надеюсь до нью-йорка дойду ну да всем всем добро пожаловать в нью-йорк как только здесь можно будет сюда приезжать приезжайте это город которым я очень благодарен что он мне сбил с меня такую московскую спесь я там как-то чувствовал себя слишком классно я чувствую что я такой типо в любую студию могу прийти всем тут все рассказать такое супер замечательный специалист а когда приезжаешь нью-йорк тут много таких замечательных специалистов и московские твои эго твое никому не интересно вот если через него в состоянии перешагнуть и развиваться дальше то это дает тебе просто открывает наверх много много путей в творческом развитии вот видишь ли ты будущее у софта процессинг конечно в смысле он замечательно развивается все все живет оно просто для своих специфических задач но для всяких инсталляций для интерактивных каких-то штук которые взаимодействуют с окружающей нашей действительностью супер крутой инструмент там огромное количество готовых библиотек поэтому не надо просто с нуля все это делать ты можешь на плечах гигантов стоять собирать из этого какие-то лепить свои штуки делать и получать крутые вещи процессинг это круто вот такое дело что у меня времени на него столько нет я попробовал понял классно я пока погружаться не буду а когда будет курс по гудине три года назад на вебинаре обещал я не знаю когда будет курс по гудине потому что я не знаю стоит ли бы сейчас делать потому что очень на самом деле много людей которые прямо специализируются на курсах делают курсы по гудине и они делают это хорошо такой дефицит информации как было три года назад или пять лет назад я не чувствую поэтому я наверное могу сделать не курс а какую-то очень узкую какую-то историю рассказать вот как я решаю там шурешки эти например вот или что-нибудь такое это может быть там хоть что-то уникальное будет потому что опять же есть такая проблема ну не знаю насколько это проблема что когда ты начинаешь что-то учить тебе кажется что ты уже как-то дофига все знаешь тебе хочется поделиться у тебя такой внутренней эйфории от этих знаний и хочется записать туториалы там все это сделать когда проходит пять лет тебе кажется что это все настолько очевидно для всех ну потому что это очевидно для тебя поэтому ты такой да кому это интересно реально то есть я периодически прихожу в студии где сидят там какие-нибудь уже лиды или VFX супервайзеры которые гудине пользуются и они мне начинают усталым голосом объяснять что-то какие-то штуки да которые для них уже они там 10 лет как знают а я смотрю я такой нифига себе я даже не подозревал вообще про какой-нибудь там кусок или там что-нибудь такое вот я понимаю что на самом деле наверное теоретически то что я знаю для человека который начинает наверное так же бы выглядело но внутри у тебя нет этого ощущения тебе кажется что это все уже давно знакомо и все это ты видел так же как ты знаешь приезжаешь в новый город тебе хочется все фотографировать потому что и выкладывать показывать как это все интересно проходит три года смотри господи опять empire steel building человек выкладывает опять булкинский мастер сколько можно вот так же со знаниями поэтому я не знаю сделали когда-то курс наверное надо будет когда-нибудь как у меня дырка будет достаточно не заняты которую я не займу сам для себя какими-нибудь проектами своими вот наверное тогда это произойдет поэтому не знаю а а еще сайоп забрали комп забрали комп сайоп у меня я не знаю не знаю был ли у меня комп от сайопа у меня был комп от imaginary forces тут был такой проект который для них делал который в следующем году когда он выйдет я похвастаюсь пока это все вот если вы любите фантастику вы его увидите по любому вот но фишка в том что так как надо было у меня были терабайты кэша и всяких разных партиковых мне очень трудно было работать на удаленной экстанции и поэтому они прислали мне компьютер домой у меня стояла стояла моя машина считала и стояла компьютер от imaginary forces я не знаю вопрос про этот ли был или нет но imaginary forces до сих пор комп не забрали а у меня стоит в другой комнате в коробке я его упаковал и жду так будет ли еще какой-то адский проект на 4 минуты да я не против на 4 минуты главное что это не 4 года занимать то есть если если будет проект который я могу сделать за месяц и он будет 4 минуты идти да пожалуйста вот пока что ничего такого масштабного как слепота я не планирую делать я хочу чуть-чуть вздохнуть вот поделать более понятные и менее масштабные вещи как вы поняли решили что проект бы он сайт закончится пора остановиться имея ввиду что в личных проектах всегда хочется что-то делать или додумать как себя остановить сложной слепотой было все у меня все было на самом деле довольно четко я три года назад сделал сториборд то есть я нарисовал такие чудовищные картинки потом встретился посидел два дня в кафе на обедах с девушкой которая сториборды рисует для студии где я работал на тот момент вот она согласилась для меня это нарисовать в нормальном виде сделала супер красиво у меня эти были 24 сториборда для каждого шота и если вы посмотрите сравните шоты и их они очень близки то есть я решил что я не буду метаться я буду просто вот я сделаю то что вот решили сделать то и сделаю и я как упертый украинец вот фигачил пока я пока не дофигачил с каждым шотом понятно что ни один из них мне до конца я не считаю законченным вот то есть там везде можно что-то было сделать лучше улучшить и самое страшное когда ты проходит эти много лет ну там 3-4 года ты смотришь вещи которые ты сделал в самом начале и понимаешь что сейчас ты конечно бы сделал их на порядок выше но я себе просто сказал нет типа я не буду открывать старые сцены я не буду их перешейдевать я не буду их перерендеривать я не буду их переделать потому что это бесконечный процесс пока я их сделаю их те которые сейчас у меня готовы и они станут старыми вот поэтому я решил как бы нет и все вот и ну и когда настолько большой проект личный там уже нет такого желания каждый сделать до конца то есть когда у тебя что-то короткое ты можешь позволить себе как бы просто вот заниматься до бесконечности чем то когда у тебя оно настолько большое тебе уже хочется закончить в какой-то момент то есть последний год я уже просто вот шел к финалу не в ресерче а просто наоборот сужал 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 чтобы каждый шот каждый закончил Что мне нужно, чтобы закончить этот шот? Мне нужна вот эта, вот эта, вот эта. Окей, делаем. Бум, закончили, убрали. Что мне нужно, чтобы сделать вот этот шот? Окей, вот это, вот это, вот это. Этого нету, я пока жду. Окей, следующий шот. То есть вот такой процесс, чтобы иначе бы это было вечно. Ну, то есть я подумал, что уже и так слишком много. Вот, поэтому есть высказывания, отвечая на ваш вопрос. Не бывает законченных проектов, бывают заброшенные проекты. Это 100% правда. То есть ты в какой-то момент решаешь, что все, достаточно. И бросаешь, потому что он никогда не закончится. Как ли вы еще какие-то? Играл ли я в киберпанк уже? Нет, я жду патчей. Я жду, я подожду пару месяцев, чтобы они его починили, чтобы можно было наслаждаться, а не бороться. Вот, но я очень хочу, я представляю, сколько там, сколько там труда, это вообще с ума сойти. Вообще игродел это отдельный жанр такой, который очень трудоемкий. А такого масштаба игры это вообще сумасшедшая работа. Мне очень интересно посмотреть, но я жду. Так, да. Ответил, ответил, ответил. Чат. Все, я все ответил. Та-дам! Я рад, еще раз скажу, что рад, что вы пришли, послушали. И, надеюсь, в следующем году меня, если Сергей позовет, я вам то, что сейчас было work in progress, я вам покажу, как это стало, чтобы понять как-то все из непонятно чего, которое дрожит и разламывается, превращается вот в те красивые проекты, которые вы у всех на докладах видите, которые как черный ящик, вещь в себе, да? Оно типа суперкруто выглядит, но как сделано непонятно. Вот так сделано. То есть все сначала ломалось, потом по чуть-чуть, по чуть-чуть починилось и стало. Вот, все, всем спасибо и увидимся, я надеюсь, в следующем году. Вот, заходите на сайт, читайте, подписывайтесь.